Уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Андрей Михайлов, компания Elsevier. И сегодня мы с вами поговорим про скопус и продвижение в международных предметных рейтингах. И это завершающий вебинар в рамках нашего модуля для администраторов, на которых мы рассказывали различные тематики, в рамках которых вы могли увидеть различные инструменты, как можно использовать инструменты Elsevier в управлении научно-исследовательской деятельностью своей организации. И сегодня мы, соответственно, непосредственно с вами поговорим про рейтинги. Во-первых, на сегодняшний день большое количество значимых международных рейтингов, рейтингов университетов и различных институтов научно-образовательных, научно-исследовательских используют базу данных скопус как источник информации для рейтингования, по крайней мере, по тем показателям, которые характеризуют публикационную активность и цитируемость. То есть это и рейтинг Times Higher Education, это рейтинг QS World University Rankings, это и рейтинг китайских университетов в Шанхайске, рейтинг ARWU, это и региональный рейтинг US News World Report при рейтинговании арабских университетов арабского региона, и также рейтинг SOMEGA, Institutional Rankings. Все эти рейтинги используют базу данных скопус для формирования наукометрической базы данных. Используется база данных скопус в связи с тем, что это крупнейшая реферативная база данных, которая содержит на сегодняшний день уже более 7000 издательств и уже более 80 миллионов публикаций. И что важно, что все эти публикации имеют связку между собой, связку между авторскими профилями, профилями организации и непосредственно публикациями, и имеют мета-данные, по которым можно проанализировать в том числе тематическую направленность журнала, проследить рецензируемость, цитируемость публикации и так далее. И более того, наблюдается довольно равномерное распределение как по предметным категориям, и в том числе журналы по общественно-гуманитарным наукам. Они точно так же получают все метрики и более того, все журналы, которые индексируются в базе данных скопуса, они все индексируются в рамках единой базы без разделения на какие-то группы, на какие-то категории и так далее, на какие-то коллекции, например. Они все считаются индексируемыми одинаково, и более того, мы видим довольно равномерное распределение по географическому признаку, особенно если мы возьмем во внимание количество публикаций издаваемых и, соответственно, количество журналов, международных журналов, издаваемых в той или иной стране. То тогда мы увидим, что действительно распределение довольно равномерное. Мы с вами используем для примера предметные рейтинги QS, чтобы посмотреть наукометрическую составляющую, но на самом деле по такому же принципу работают и другие рейтинги, которые были мной представлены. Если вы зайдете на тот или иной рейтинг, в данном случае мы с вами используем QS, мы увидим, что в данном рейтинге существуют как предметные рейтинги, так и отраслевые рейтинги, то есть в рамках конкретных дисциплин и в рамках более крупных направлений. И предметные рейтинги, каждый из предметных рейтингов имеет свое распределение весов по тем или иным категориям. То есть наукометрическая составляющая имеет разные веса для разных дисциплин. Где-то этот вес довольно большой и может даже достигать 50 и более процентов в каких-то других направлениях. Наукометрическая составляющая, она в принципе отсутствует, она нулевая. Это в принципе тоже нужно принять во внимание. И в целом во всех рейтингах принимается во внимание не только различие в цитируемости, но также и различие в объемах публикуемых статей. И соответственно в данном случае представлена опять же информация, заимствована с сайта QS. И здесь мы видим ту информацию, которая поставляется им непосредственно со скопуса. Мы видим за последние пять лет распределение по объемам публикаций в той или иной дисциплине. И в этой связи, как вы видите, некорректно, допустим, сравнивать медицину или биологию, или фармацевтику и химию, или физику и компьютерной науке и так далее. В каждом направлении объемы публикаций различные. Соответственно ожидания по числу публикаций от конкретных ученых, от конкретных организаций, они опять же различные. Соответственно если физики публикуют больше, чем математики, естественно науки больше публикуют, чем общественные и гуманитарные науки и так далее. И соответственно все эти различия, они учитываются при рейтинговании учреждений научно-образовательных. В том числе вы можете увидеть это и в пороговых значениях по публикационной активности. Как правило, в рейтингах используется пятилетнее окно по публикациям, и вы, соответственно, видите, какое минимальное пороговое значение у вашей организации должно быть по публикациям за последние пять лет, чтобы попасть в рейтингование. Мы видим, что наибольшее количество публикаций наблюдается в медицине, при этом есть такие направления, как, допустим, performing arts, hospitality, classics, social policy, где, в принципе, отсутствует пороговое значение по объему публикации, поскольку в данных направлениях, в принципе, наблюдается довольно небольшое количество объемов публикации. Это не является основополагающим фактором в определении в научной продуктивности и в целом качество проводимых исследований, качество подготовки студентов для данных направлений не является критичным. При этом я обращаю ваше внимание, что в любом рейтинге, который учитывается, всегда учитываются публикации с запозданием для того, чтобы учесть все проиндексированные работы. В том числе запоздание, как правило, идет, так скажем, в два года условно. То есть не учитывается, конечно же, текущий год и, как правило, не учитывается предшествующий, потому что по нему также еще не доиндексированы все публикации, все возможные публикации. То есть, допустим, на сегодняшний день, за 2020 год, в Scopus еще представлены не все публикации, они еще идет процесс до индексации. Поэтому, как правило, в рейтингах используются более ранние периоды для того, чтобы учесть, на самом деле, все публикации, которые уже были представлены. Опять же, на ресурсе QS, World University Rankings, вы можете пройти и посмотреть, опять же, данные из Scopus относительно того, сколько в среднем приходится цитат на публикацию, citation paper, то есть цитаты на статью в том или ином направлении, и, опять же, какое общее количество публикаций, общее количество цитирований представлено по тому или иному направлению. И в этой связи вы, опять же, можете оценить свои шансы. И вам, как администраторам, не стоит напрямую сравнивать, допустим, ваших физиков с гуманитариями, например, которые работают в вашем университете. Если у вас особенно классический университет, у вас много различных дисциплин, много различных направлений. И то, что, допустим, физик опубликовал в год 10 статей, а философ опубликовал 2, это не значит сразу же, что философ хуже, чем физик. То есть вот эти 2 статьи для философа или 3 статьи в год, это может быть довольно хороший показатель по философии. Он может быть даже являться ведущим ученым по философии, даже в мировом масштабе, в мировом разрезе. Поэтому напрямую дисциплины между собой сравнивать просто некорректно. В этой связи для того, чтобы проводить более такую нормализацию и оценку, особенно нормализацию цитируемости, рейтинги используют нормализованные показатели цитируемости, такие как field-weighted citation impact FVCI. И в этой связи после этой нормализации мы видим уже возможность сопоставления между различными предметными категориями. То есть если условно на гуманитарной науке приходится 1% цитирования от общего объема, а на медицину и науке о жизни 49% цитирования, то после нормализации уже, соответственно, можно проводить какое-то сопоставление. И более того, обратите внимание, что, как правило, из рейтингования исключаются какие-то краткие сообщения, заметки редакции, какие-то обзоры и так далее. И учитываются только полноценные исследования, основные источники формы научной коммуникации, такие как исследовательские статьи, обзоры, материалы конференций, книги, главы в книгах и так далее. Вот пример как раз такой визуализации того, как происходит представление данных о цитируемости после нормализации, соответственно, после определенного выравнивания, которое позволяет в некоторой степени уже в том числе сравнивать показатели между собой, которые в данном случае нормализация для чего используется, для того, чтобы уже рейтинговать университеты в рамках институциональных рейтингов, то есть не в рамках предметных категорий, а в рамках уже сопоставления разных университетов, разной специфики, разной направленности между собой. Более того, большинство рейтинговых агентств на сегодняшний день также проводят нормализацию по числу аффилиаций. И, соответственно, существует на сегодняшний день публикации, где и более тысячи авторов, более тысячи аффилиаций у этих авторов, огромное количество источников финансирования одновременно. Особенно это характеризуется характерно для публикаций в физике, в тех направлениях, которые изучаются, допустим, на Атроном коллайдере. Это также характерно для медицинских исследований, где проводятся клинические испытания, клинические исследования. Там, конечно, огромное количество соавторов, и рейтинги используют нормализацию данных показателей, чтобы, опять же, посмотреть вклад ученых в данные направления. Также важно обратить внимание, если вы занимаетесь рейтингами в вашем университете, в вашей организации, обратите внимание, что методологии, конечно, совершенствуются. Если, допустим, начиная с 2011 года, перестали учитывать самоцитирование, тогда как раньше оно учитывалось. С 2016 года максимальное количество аффиляций варьируется в зависимости по предметной области. И, соответственно, изначально использовался какое-то четкое пороговое значение. Потом оно стало, соответственно, варьироваться от предметной области. Сейчас, соответственно, используют отсечения определенные. По-моему, если говорить про QS, то, по-моему, 5% наиболее таких зашкаливающих публикаций, они отсекаются, все остальные учитываются и так далее. То есть методологии каждый год совершенствуются. И на что бы я хотел обратить ваше еще внимание, то, что ежегодно объемы публикаций, объемы цитирования и так далее, они ежегодно возрастают. И в этой связи, если просто вы видите рост относительно самих себя по любым показателям, в том числе по наукометрическим показателям, это не значит, что вы становитесь лучше всех остальных. Потому что растут все, развиваются все. И для того, чтобы оставаться в лидерах или опережать кого-то, нужно бежать еще быстрее, чем остальное. Это как в сказке про «Лису в стране чудес». Чтобы, если ты бежишь, то ты стоишь на месте. И, соответственно, чтобы двигаться, нужно бежать еще быстрее. Так здесь и происходит. И, соответственно, чем нам помогают решения от Эльзивира? Во-первых, можно посмотреть, используя Scopus и SciVal, на самом деле, можно посмотреть, каково соотношение предметных классификаторов между теми предметными классификаторами, то, что представлено у нас, и какие представлены в рейтингах. Потому что зачастую рейтинговые агентства присваивают свой классификатор предметных направлений. То есть они используют наши журналы, но комбинируют предметные области зачастую по-своему. И предметные области в Times Heredication отличаются от того, что представлено в QS, отличаются от ряда других направлений. Как и где отображается предметная область публикации? Опять же, это важно понять. То есть за счет чего вы начинаете, допустим, лидировать в той или иной предметной области? Или почему, допустим, вы являетесь специализированным учреждением, например, по химии, допустим, у вас там химический институт или еще что-то, какое-то учреждение, а вы видите, что вы проседаете по этой области, и почему-то вас определяют как ведущее учреждение по медицине, допустим. Вы не понимаете, почему. Это на самом деле все можно посмотреть. Где посмотреть предметный перечень индексируемых изданий по квартирям с разбивкой? Как оценить перспективную цитируемость публикации? И как оценить среднюю нормализованную цитируемость ученого или вуза? Обратим внимание на рейтинг институтов САИМАГа. СЖАР – это также один из рейтингов, которые приводятся. Но предыдущие рейтинги, если мы говорим про QS, про Times Higher Education, то это рейтинги исключительно университетов. Для тех из вас, кто является администратором научных институтов, также обращаю ваше внимание на рейтинг САИМАГа, где также представлены и информация по научным институтам. Теперь непосредственно перейдем к ресурсам Эльзивир. Во-первых, здесь сразу на слайде будут представлены вам ссылочки, где можно скачать информацию по предметным классификаторам QS и Times Higher Education. И, соответственно, их можно сопоставить с нашими предметными кодами. И, соответственно, здесь вы видите вначале, если вы скачаете данные Excel, то вначале вы видите SGC кода, то есть All-Sourced Journal Classification, и описание этого предметной области по нашей классификации, по Scopus. И дальше вы видите предметный классификатор. В данном случае приведен пример от QS. То есть в данном случае вы видите на уровне факультета, и далее вы можете спуститься на уровень предметной области и, соответственно, посмотреть, как наш классификатор соотносится, перекладывается на классификатор в QS, и публикация в каком журнале приведет вас к росту, в каком рейтинге, по какому направлению. Соответственно, все это сопоставление вам доступно. Где можно взять, в принципе, узнать про издания с упоминанием кодов, предметных кодов классификаторов журналов. Это все можно сделать на нашем сайте elziverescience.ru, где вы можете скачать список всех источников, отдельно даже список российских журналов с указанием их предметных категорий. Вот таким образом оно выглядит. То есть когда вы скачаете Excel, на последней вкладке вы увидите SGC Classification Codes, и здесь вы увидите все предметные направления журналов, и вы, соответственно, сопоставив с тем или иным рейтингом, который вас интересует, вы уже можете посмотреть вклад, в какое направление дают вам те или иные публикации. Важно понимать, что публикация относится к той или иной предметной области не по названию статьи, не по содержанию статьи, а непосредственно по той предметной классификации, к которой относится данный журнал. И, соответственно, журнал, который еще на этапе подачи своей индексации, заявки на индексацию в Scopus, он уже указывает, заявитель указывает основную и сопутствующие предметные области журнала. Эксперты оценивают его по этим направлениям. Если все соответствует, то он индексируется, и все эти предметные области указываются в карточке журнала. При этом у журналов могут быть одна, две и более предметных классификаторов. Обратите внимание, что некоторые рейтинги дают больше баллов за публикации в узкотематических журналах, моноспециализированных журналах. Соответственно, это тоже играет определенную роль. И при этом обратите внимание, что журнал может иметь разные квартиры в зависимости от предметной области. То есть один и тот же журнал получает одно и то же количество цитирований. И здесь представлено, то есть у него сайт-скор 8,8, то есть 8,8 публикаций. Цитат в среднем приходится на одну публикацию. 8,8 цитат в среднем приходится на одну публикацию. Здесь все это довольно открыто, прозрачно, все расчеты представлены. Но при этом для разных направлений данные показатели, они могут приводить к разной позиции журнала в рейтингах. То есть, допустим, по инженерному направлению в целом, такое междисциплинарное инженерное направление в целом, данный журнал находится на третьей позиции. Если взять направление Industrial and Manufacturing Engineering, то данный журнал уже находится на 17 позиции из 340 журналов. Если взять направление Biomedical Engineering, где данный журнал точно так же индексируется, то данный журнал уже находится на 23 позиции. Но он во всех данных категориях находится в первом квартиле. И здесь, как определить квартиру, квартиль журнала, извиняюсь, вы это видите здесь, где указан процентиль. То есть процентиль – это деление на 100 равных делений. Квартиль – это деление на четверти, процентиль на 100 равных делений. Мы даем вам разбивку процентиля просто для того, чтобы вы видели более точную картину, более детальную. И, соответственно, если мы видим свыше 75% журнала, это означает, что он входит в первый квартиль. То есть первую четверть, то есть в топ 25% лучших журналов. Если у журнала 95% – это значит, что он входит в топ 5% лучших журналов. Если вот по последнему третьему направлению мы видим, что он в 90% – это значит, что журнал входит в топ 10 лучших журналов по данному направлению. Вы можете перейти в раздел «Источники», выбрать здесь то или иное направление отрасли знаний. Вы прям напишите направление свое, допустим, «Эдюкейшн», если речь идет про образование, «Бизнес», если речь идет про «Бизнесменеджмент и аккаунтинг, инжиниринг» и выбрать какое-то конкретное направление. И таким образом вы в том числе, например, для своих коллег, для сотрудников вашего университета или института можете сформировать перечень журналов, на которые вы бы хотели, чтобы они опирались в подборе источников для публикования. В том числе вы можете, когда сделаете эту подборку, вы можете выгрузить в формате Excel все эти источники. И обратите внимание, вы когда отсортируете источники по тому или иному направлению, даже несмотря на то, что все из перечисленных источников входят в одну и ту же предметную область, которую вы выбрали, помня о том, что источник может быть классифицирован по нескольким предметным категориям, вы здесь увидите также наивысший процентиль этого источника, то есть ключевая предметная область для данного журнала. То есть они, к примеру, могут все входить, к примеру, в Aerospace Engineering, но при этом ключевая предметная область для них будет разная. Для одного журнала это будет Electrical and Electronic Engineering, для другого журнала General, Material Sciences и так далее. Но в любом случае они отсортированы по значимости, по тому направлению, в том числе, которое вы выбрали. Более того, где еще находит отражение тематическая область исследования? То есть все начинается с журнала. Какая у журнала тематическая область? Такая тематическая область присваивается статье, и такая тематическая область в последующем отображается и в авторском профиле ученого. И вы, когда перейдете на авторский профиль ученого, раскроете его, нажмете «Смотреть больше информации», вы увидите предметные области. При этом не пугайтесь, что вас, допустим, вы публикуете по общественным наукам, по экономике, а у вас встречается, к примеру, направление Computer Science. Такое бывает, если в том журнале, в котором вы опубликовались, присутствует точно так же и данная предметная область. То есть, допустим, публикуетесь вы, как правило, например, по региональной экономике и экономической географии, как в моем случае, и у вас иногда есть публикации, которые издаются, например, в журнале по наукометрии, и у вас из-за этого есть, допустим, такая категория, как, например, Computer Science. Она точно так же будет высвечиваться у вас в вашей предметной области. Или вы опубликовались, в принципе, в междисциплинарном журнале, допустим, Science, Nature, Plus One, других журналах междисциплинарных. У вас тогда будет еще больше предметных областей, но при этом они будут упоминаться в порядке значимости для конкретного ученого. И все эти предметные области, они будут перенесены дальше на профиль организации. И все они имеют равный вес в данном случае для вас. То есть, ваша статья будет учитываться во всех этих направлениях одновременно. И, соответственно, если вы перейдете на профиль вашего учреждения, рассмотрим на примере МГУ, то, соответственно, тот предметный классификатор, который вы видите, что, допустим, МГУ лидирует по направлению, то есть наибольшее число их публикаций, почти 22%, приходится на физику и астрономию. Это означает, что основная часть публикации, выполненная авторами с аффилиацией МГУ, была выполнена в журналах, в код классификатора которых входит непосредственно в физик с и астрономией. Как можно осуществлять поиск данных публикации непосредственно сразу же с указанием направленности? В Scopus вы можете осуществить поиск на уровне факультета, по предметным направлениям более широким. Допустим, вы можете осуществить поиск по направлению инженерное дело. Нажимаете, и, соответственно, вам высвечиваются все публикации по данному направлению. При этом обратите внимание, что поиск по предмету, относящемуся к тому или иному рейтингу, вам необходимо будет уже вручную набрать тот набор кодов классификаторов журналов, которые учитываются тем или иным рейтингом в их предметном направлении. Поскольку каждый рейтинг использует свой собственный набор предметных направлений под свои предметные рейтинги, вам необходимо будет, как я показывал ранее, посмотреть соответствие кодов SGC, то есть кодов классификаторов журнала, с тем, как они учитываются в предметных направлениях рейтингов, и указывать в поиске уже вот этот набор журналов. То есть в данном случае это запрос SubgMain, и мы указываем конкретные классификаторы конкретных журналов, которые в данном случае соответствуют предметному направлению Mining Engineering, если речь идет про предметные рейтинги QS. Довольно удобен также ресурс CIMAGA, CIMAGA Journals. Здесь вы точно также можете сортировать журналы по предметным категориям. Я знаю, что многие из вас используют этот ресурс. Единственное, я бы хотел вас предостеречь, что это не является официальным ресурсом EasyWear, и, конечно, мы предоставляем данные CIMAGA, то есть этот ресурс, он работает на наших данных, которые мы поставляем в CIMAGA, но, к сожалению, существуют, встречаются определенные различия, которые в основном вызваны, я так полагаю, какими-то техническими моментами, может быть, не очень оперативным отображением, обновлением информации на страничке CIMAGA, и, соответственно, если журнал, допустим, у него поменялась предметная область в скопус, она недостаточно оперативно может отобразиться на ресурсе CIMAGA, ее изменения, хотя мы, конечно, обращаемся к коллегам по этому вопросу, стараемся тоже делать так, чтобы информация в CIMAGA также была полностью отображала ту информацию, которая представлена в скопус. Более того, на что я еще хотел бы обратить внимание, что CIMAGA имеет квартили, отличные от скопус, поскольку в скопус мы рассчитываем квартили по метрике сайдскор, а CIMAGA рассчитывает квартили по метрике SGR, по журнальной метрике другой, и в этой связи различаются квартили. Допустим, вы хотите ориентировать своих ученых на публикации в журналах первого и второго квартиля, то, соответственно, вам важно определиться, какая метрика для вас важна. Для вас важна сайдскор, которая непосредственно используется в скопус, или для вас важна метрика CIMAGA, соответственно, метрика SGR. Ну и по традиции дополнительные ресурсы. Вы можете перейти на наш сайт www.ziverescience.ru и в том числе здесь скачать в формате Excel списки всех журналов, которые индексируются в скопус, с упоминанием их предметных классификаторов. Все видео в скором времени будут доступны на YouTube, обязательно их там добавим. И, конечно, вы можете настроить удаленный доступ. Инструкция доступна на нашем сайте. И, соответственно, вы можете удаленно получить доступ и к Sines Direct, и с Копус, и сайвал, и реаксис. Все в зависимости от того, к чему есть подписка у вашей организации. Но в целом ко всем этим ресурсам работает формат удаленного доступа, и вы можете им пользоваться, будучи из дома. И с недавнего времени мы также внедрили форму обратной связи, по которой вы можете обратиться к нам, если у вас есть какие-то, что-то не работает. Допустим, не работает удаленный доступ. Необходима корректировка авторского профиля. Необходимо скорректировать профиль организации в скопус и так далее. Вы можете сначала обратиться к нам, и мы, соответственно, уже поможем вам, либо переадресуем вас к коллегам из службы поддержки, либо, может быть, если сможем, сами вам поможем в решении вашего вопроса. Поэтому, пожалуйста, тоже пользуйтесь. Сейчас такая возможность появилась, такая возможность есть. Коллеги, на данном этапе я вас благодарю за внимание. Теперь готов перейти к вашим вопросам, если таковые имеются. Мы уже, конечно, много что обсудили еще до начала вебинара. Спасибо за ваше активное участие. Но я вижу, что есть какие-то вопросы. Сейчас я их просмотрю. Ирина спрашивает, что планировала посмотреть вебинары двух модулей для научно-педагогических работников, для администраторов. Часть вебинаров удалось прослушать в онлайн. Часть в записи. Соответственно, вопрос такой, как уточнить, пропустила что-то или нет. Вы можете посмотреть. Полный перечень вебинаров у нас представлен на сайте. и, соответственно, посмотрите, там требовалась регистрация на просмотр каждого вебинара. И таким образом вы точно так же можете понять, точно ли вы все просмотрели. Михаил спрашивает, можно ли будет потом получить презентацию. Да, презентация и материалы видео будут доступны на нашем сайте. Поэтому можете переходить. Опять же, анализируссиенс.ру. Они там будут вам доступны. Надежда спрашивает довольно такой хороший вопрос. Будет ли учитываться где-то Data Paper? На самом деле, это очень хороший вопрос. Я обращался к коллегам из QS с этим вопросом. Они сказали, что еще пока что, так сказать, рассматривают этот, как это тоже учесть. То есть, действительно, формат научных коммуникаций, он развивается, не стоит на месте. И, соответственно, мы видим, что появляются новые форматы, такие как, если обобщенно говорить, то это Data Paper, которые в том числе и включают в себя и видео статьи, и базы данных, и другие форматы. Но пока что такого конкретного ответа я не получил. Но, соответственно, можно будет также переговорить. Обязательно я уточню у наших коллег, у нашей команды Data Scientists, которые у нас работают, которые непосредственно предоставляют данные для рейтинговых агентств. Я думаю, что я с ними тоже этот вопрос обсужу и спрошу, когда, соответственно, планируется уже непосредственно интеграция Data Paper в рейтинге. Вадим спрашивает, если журнал исключается из Кобус, начиная с конкретного года, значит ли это, что будут удалены все ранее проиндексированные архивы, номера статей? И значит ли это, что поиск такого журнала по тематикам станет автоматически недоступен после удаления? Очень хороший вопрос. На самом деле важно понимать, что все журналы, которые мы принимаем на индексацию, это те журналы, которые проходят довольно жесткий отбор. Но в последующем все эти журналы мониторятся систематически через различные каналы проверки их качества. И бывает такое, как вы правильно заметили, что журналы в какой-то момент времени перестают отвечать нашим требованиям, в том числе по вопросам этики. Эти журналы исключаются из базы. При этом они продолжают индексироваться и, соответственно, журнал перестает индексироваться в тот момент, когда мы обнаруживаем там какие-то нарушения или какое-то несоответствие нашим требованиям. Если у журнала обнаруживаются массовые нарушения, в том числе нарушения авторской этики, массовый плагиат, какие-то заимствования, фальсифицированные данные, переиздание статей уже ранее изданных, переводной плагиат и так далее, то данные статьи могут быть изъяты задним числом. И такие статьи, они, соответственно, просто пропадут из базы. У нас такие прецеденты уже есть. Уже даже есть журналы, у которых целый год предыдущий был изъят. То есть после систематической проверки мы видели и там нарушения, и там, и там, и там. И, соответственно, все статьи были изъяты. Если в статьях массовых нарушений нет, все нормально, но, так сказать, было обнаружено какое-то неэтичное поведение со стороны журнала, или, допустим, журнал был исключен не обязательно по вопросам этики, а может быть он просто по вопросам метрик, то есть журнал перестал, ученые перестали его читать, скачивать, ссылаться на него, журнал тоже может быть исключен, то журнал продолжает свою индексацию в скопус. Имеется в виду, что его архивные записи продолжают оставаться в скопус, статьи продолжают оставаться в скопус, и, соответственно, источник также можно будет найти. Но при этом обратите внимание, у нас сегодня же вебинар про рейтинги, обратите внимание, что, например, рейтинг THI, Times Higher Education, не учитывает публикации из журнала, в чьей индексация была прекращена. То есть это такой нюанс, который нужно вам учесть. Елена спрашивает, на слайде по учету типа публикаций исключены letter, а в мониторингах минобра среди типов, учитываемых публикаций, всегда присутствует этот тип. Но здесь важно понимать, что вот у меня, допустим, на слайде, это был пример на основе данных рейтинга QS. Но типы публикации учитываемые, они могут варьироваться, в том числе и от рейтинга к рейтингу, точно так же, как и отчета к отчету. Вадим спрашивает. Поиск по теме может выдавать исключенный журнал? Да, да, поиск по тематикам выдает журналы, которые все были индексированы. То есть, опять же, важно понимать, что когда журнал индексировался, это был хороший журнал, проблем с ним не было. Он прошел у нас все проверки, у нас ежегодно все журналы проходят ежегодные проверки. И, соответственно, как только мы выявляем какие-то нарушения по данному журналу, как правило, занимает 2-3 месяца. По крайней мере, в прошлом году у нас средний срок рассмотрения журнала и выявления каких-то недостатков по журналу от момента начала рассмотрения, так сказать, получения каких-то сведений о журнале до момента его исключения, как правило, занимало 2-3 месяца. И если раньше, вот эти 2-3 месяца, пока мы рассматривали журнал, за эти 2-3 месяца статьи точно так же поступали в базу, индексировались, и нам уже потом приходилось задним числом, в том числе, их проверять и при необходимости исключать, то с текущего года, как только мы принимаем решение о том, что журнал попадает на переоценку, еще не исключен, просто находится на переоценке, его индексация приостанавливается на момент рассмотрения. И если мы принимаем решение, что нет, в итоге все хорошо, это были какие-то единичные случаи, и журнал, допустим, ретрагировал эти статьи и принял меры, то, соответственно, журнал продолжает индексироваться, и мы продолжаем принимать все материалы. Если принимается решение, что журнал исключен, то, соответственно, статьи больше не принимаются из этого журнала в базу. Но все предыдущие остаются, полноценно индексируются, и никаких претензий к ним нет. Надежда спрашивает, почему у некоторых публикаций про индексированного скопа сбывает два типа, например, article и conference paper. Это может быть в связи с тем, что существуют такие журналы, как, например, журнал Procedure, который публикует статьи, но статьи, которые были представлены в рамках материалов конференции. То есть есть некоторые причины, по которым это может быть объективно, но есть и причины, по которым это может быть какая-то ошибка, ошибка в передаче метаданных от издательства. Особенно это случается, если мы говорим про какие-то небольшие издательства, либо так называемые stand-alone journals, одиночные журналы, у которых процесс налажен не так хорошо, процесс передачи данных. Поэтому если вы увидели какие-то нестыковки, вы нам сообщите, потому что, конечно, лучший контроль качества – это непосредственно пользователи скопуса. Если вы увидите какое-то несоответствие, не держите это в себе, вы просто напишите нам, и мы обязательно поправим ситуацию. Просто мы не всегда ее видим. Если вы нам это не скажете, то каких-то частных случаев мы просто можем не наблюдать. Но если вы с этим столкнулись, нам сообщите, сообщите любому коллеге. Мы, соответственно, просто перешлем данную информацию уже техническим специалистам, и они внесут корректировку. Коллеги, большое спасибо за ваше участие. Вы всегда, как всегда, очень активны, очень приятно. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, пишите мне или моим коллегам на электронную почту. Если будут, опять же, какие-то предложения относительно того, что мы в данной сессии вебинаров для администраторов что-то не охватили, но вы видите в своей работе это важно, то есть вы сталкиваетесь с этим каждый день, вы видите какую-то проблему, которую мы просто не охватили, опять же, напишите нам на электронную почту. Мы обязательно это учтем, и в последующем продумаем, может быть, более детально наши сессии вебинаров и предоставим вам уже более детальную, более адресную поддержку по тем вопросам, которые вас интересуют. Спасибо большое, коллеги. Всем хорошего дня и хороших выходных. Всего доброго. До свидания.